При обсуждении форм страдательного залога мы несколько раз произнесли такое выражение «отложительный глагол». Мы говорили о средних отложительных глаголах, страдательных отложительных глаголах. То есть глаголы, которые не имеют формы действительного залога, встречаются в форме только среднего или только страдательного залога. Ну и вот такой очень немного необычный глагол, как «покориномай» в «аористи» может встречаться и в среднем и страдательном залоге. Ну и такое тоже возможно, просто действительного залога у него тоже нет. И которые по своему смыслу похожи на глаголы действительного залога. То есть вот это среднее или страдательное значение связано не столько со смыслом, сколько с формой этого глагола. Это помогающее описание, удовлетворительное описание для многих глаголов. И для некоторых с них нужно заучить, да, вот они отложительные и так далее. Но все-таки вот такая попытка описания, да, вот нет формы действительного залога, есть форма среднего залога, но на самом деле значение действительного залога – это попытка описывать с точки зрения скорее русского языка, чем исходя из греческого языка. То есть мы говорим, вот значение действительного залога, это произнося, мы фактически имеем в виду, это слово на русский язык переводится действительным залогом. Но присмотревшись к таким словам, можно заметить, что все-таки у них есть некие оттенки, некие нюансы, значения, которые, собственно, и побудили греков использовать их не в форме действительного залога, а в форме среднего или страдательного залога. Но если со средним залогом более-менее понятно, даже глагол там «иду», «говорю» и так далее, предполагают действительно какую-то вовлеченность того, кто идет и говорит в само действие, «иду» – это я перемещаю сам себя, говорю, да, я соучаствую в этом процессе разговора, это не внешнее, но и внутреннее действие для меня. То вот когда мы смотрим на форму страдательного залога, то здесь есть некое смущение. Что ж такого может быть в значении глагола, что заставляет его использовать только в форме страдательного залога, тем более мы нормально переводим три глагола типа «бароломай», которая в страдательном, которая в Ваористе имеет форму «эпорэ тэн», переводим, ну, действительным залогом, там, «шел», «пошел» и так далее. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно поговорить о особенностях употребления залога в греческом языке с учетом некоторых нюансов, которые выходят за рамки начального курса греческого языка. Поэтому, если вы не хотите совершенно быть сбитыми с толку, не хотите, чтобы у вас возникла каша в голове, может быть, пока вам это видео смотреть не стоит, но для тех случаев, когда вы обнаружите, что имеющиеся у вас знания залогов и залоговую форму вам не помогают, и вам захочется разобраться во всем этом, то, что я сейчас расскажу, может оказаться полезным. Так что мы с вами обсудим альтернативный взгляд на залоги, ну, или продолжим разговор об альтернативном взгляде на залоги. Когда в самом начале, когда мы только начинали изучать греческие глаголы и обсуждали средний или среднестрадательный залог, в настоящем времени уже было одно видео, связанное с альтернативным подходом и разговор о двух-трех залоговой системе. И вот рассматривайте это видео как продолжение, ну, и смотрите его с некой такой разумной осторожностью. Итак, давайте мы с вами посмотрим на употребление среднего и страдательного залога в аористе, и при этом разговоре обратим внимание на какие-то проблемные и сложные случаи. Начнем с среднего залога, и посмотрим с вами первое послание Коринфянам, 10 главу, 10 стих. 1 Коринфянам, 10, 10 И не рапщите, как некоторые из них раптали, и вот здесь смотрите, внимание, Апол, Апол, Лун, Та, это форма аориста среднего залога от глагола Аполуми. Ну, это глагол Нами, мы не изучали форму этих глаголов, они так требуют особого обсуждения, ну, по крайней мере, вот какие-то признаки аориста среднего залога окончания ОНТО вы можете разглядеть, а переставка ОМЕГА, это удлинившийся ОМЕКРОН, так что вот что-то у этого глагола видно, можете поверить не на слово, это аорист среднего залога от глагола, который имеет значение ГУБИТЬ. И здесь очень любопытно употреблён с выражением ХУПОТО, то есть с предлогом ХУПО с родительным падежом, который обычно обозначает действующее лицо при страдательном заводе. И в этом могло бы перевести, но быть так, и были погублены истребители. Ну, хотя все на данном переводе всё-таки погибли от истребителя, но вот эта вот такая стандартнейшая конструкция для указания действующего лица при страдательном залоге позволяет истолковать это, как были погублены истребители. Ну, к тому же и контекст, и всё остальное, тоже говорит в пользу этого. Плюс есть какие-то параллели такого употребления в греческой литературе. И вот ведь что странно. Это аорист. Это форма среднего залога. Для аориста, в котором существует и отдельная форма страдательного залога, но форма среднего залога здесь употребляется в страдательном значении. Это редкое явление, совсем немного таких примеров в греческой литературе, но вот такое вот отклонение от нормального употребления для среднего залога оказывается возможным. А теперь давайте мы с вами посмотрим употребление нескольких слов в имеющих форму страдательного залога. Ну, давайте для начала посмотрим вот такое нормальное употребление из послания к евреям. Одиннадцатая глава. Это когда речь идёт о Моисеи. Моисеи, 23 стих. Пистей, Моусес, Генетейс, Экрубе, Тременон, Хупуто, Патерон, Аутун. Верой Моисей, будучи рождён, был, скрываем, три месяца родителями его. Экрубе, в данном случае, это второй аорист страдательного залога, ну, и нормально мы переводим страдательным залогом был, скрываем, и Хупуто, Патерон указывает действующее лицо, кем? Верой Моисей был, скрываем, три месяца родителями его. Здесь вот никаких проблем с этим глаголом нет, но давайте посмотрим на употребление точно того же самого глагола и даже точно в той же самой форме в Евангелии Атана 8.59. Эрон Ун, Летус, Хина, Волоси, Эб, Балтон. Там речь идёт о народе, который возмутился из-за слов Иисуса, прежде чем был, там я есть, посчитал это, видимо, богохольными словами. Итак, взяли, итак, они взяли камни, чтобы бросить на него. И смотрите дальше. Иисус же скрылся и вышел из храма. И в данном случае этот глагол проще перевести как «скрылся». Смотрите, Моисей был скрываем родителями, а здесь речь идёт о действии Иисуса. Он скрылся и вышел из храма. Теоретически можно было бы перевести «был скрыт» и «вышел». Но скрылся и контекстуально, и по употреблению глагола неплохо подходит. То есть одна и та же форма. Ну, как формально форма страдательного залога может иметь и значение собственно страдательного залога «был скрыт» и значение ну, такое вот «возвратное» «скрыл сам себя». Ещё давайте пример тоже вот с таким, с двумя вариантами употребления одной и той же формы. Посмотрим для глагола «регейро». Послание к римлянам для начала. Шестая глава. Восьмой стих. Прошу прощения, четвёртый стих. «Сун эт тафмен ун ауто диету баптисматус эй стон тонату». Итак, будучи погребены вместе с ним крещением смерть, «хина хоспер эгэте христос экне крон диету доксас ту патрос». «Чтобы как был воскрешён Христос из мёртвых славы отца». Худовская христос так и нам там ходить на длине жизни. Смотрите, вот нам интересен глагол «эгэте». Поднимать, воскрешать, чтобы как был поднят Иисус славу отца. Ну, здесь явное, нормальное, хорошее, страдательное значение. «Слава отца подняла Иисуса из мёд». А теперь посмотрите употребление той же самой формы в книге «Деяний», девятая глава, восьмой стих. Там речь идёт не о воскрешении, а о поднимании, но просто это та же самая форма, и это показательно. «Эгэте де саулус апот тэс гэс, поднялся же саул с земли». Ну, конечно, мы могли бы здесь и перевести «и был поднят», но как-то вот контекст не акцентирует внимание на том, что его кто-то поднимал, и, похоже, поднялся, встал саул с земли. Это нормальный перевод. Но более того, опять же, можно перевести несколько и новозаветных текстов, и греческих текстов, где форма Эгэте действительно обозначает подниматься. Но подниматься – это такое, знаете, самостоятельное действие. То есть одна и та же форма Эгэте в каких-то случаях может иметь страдательное значение, был поднят, а в каких-то случаях может иметь то, что мы называли когда-то аудокализативное значение, то есть сам поднялся. Так что видите, что с употреблением форм страдательного залога не все просто в греческом языке, и формы страдательного залога в каких-то случаях могут иметь возвратное действие, то есть там скрыл сам себя, в каких-то оперативное действие, там поднялся, ну, в смысле сделал что-то самостоятельное, и это даже у тех глаголов, у которых есть и нормальная форма действительного залога, и нормальное страдательное употребление. Так что значение форм на Т гораздо шире, чем просто выражение страдательного значения. Ну и по этой причине из-за необычных употреблений среднего залога, из-за необычных употреблений страдательного залога мы чуть-чуть можем расширить для начала нашу табличку, и посмотрите теперь, как эта таблица начинает выглядеть. Да, у нас есть форма действительно среднего страдательного залога, действительно залог, средний страдательный залог, плюс вроде как есть отложительные глаголы, типа Эксамен начал, ПРЭУТЕН пошел, и еще вот какие-то пустые ячейки в этой табличке вдруг начинают заполняться. Ну, такими фразами, как АПУЛОНТО, ХОПУТО, ХОЛОТРЕУТО, они были разрушены истребителем, которые формально содержат средний залог, но по контексту и особенного употребления вот этого агентивного дополнения выглядит как страдательный залог, ну, или наоборот, формы страдательного залога, такие как ЭКРУБЕН скрываться, ну, скрылся, ЭГРТЕН поднялся, обладают скорее оттенками не когда подлежащее подвергнуто действию, а подлежащее затронуто действием соучаствует в действии, что более типично для среднего залога. То есть, видите, и страдательный залог может иметь широкий спектр значений от вроде как простого действия до вовлеченности и до страдательности, и средний залог может иметь широкий спектр от простого действия до вовлеченности, что типично для среднего залога, до, ну, очень редко страдательности. Понятно, что отклонение для среднего и для страдательного залога не то чтобы часто случаются, но все-таки такая вот простая картина, там три формы, три залога и все, и даже если мы введем понятие отложительности, она не очень удовлетворительно описывает ситуацию. Поэтому, возможно, несколько иной подход отказаться от идеи трех залогов и ввести такую широкую идею среднестрадательного залога, когда недействительная форма описывает широкий спектр значений, связанных с затронутьностью подлежащего, от такого соучастия интереса до собственнострадательности. Да, в действии, в настоящем времени, в имперфекте это очень легко получалось, потому что там было две формы. В ввести, кажется, это получается посложнее, но все-таки вот, возможно, вот такая картина, когда у нас есть действительный залог для описания ситуаций, когда подлежащие, не акцентируется затронуть, то есть подлежащего действия, и есть среднестрадательный залог, и среднестрадательный залог. Две формы, да, одна тяготеет к акценту на вовлеченности, другая тяготеет к акценту на страдательности, но обе эти формы охватывают очень широкий спектр всевозможных вариантов. Почему такая вот странность в языке, вроде бы и две формы, и при этом какой-то перекрывающийся набор значений, это связано с тем, что язык мы наблюдаем в процессе развития. Язык не фиксированная реальность, когда вот все четко разграничено, и так оно и существует. Язык первого века – это язык развивающийся, изменяющийся. Когда-то в глубокой древности, в греческом языке, во всех временах, включая Орис, было всего две формы. Форма действительного залога, ну и форма, похожая вот на, на которую можно назвать формой среднего залога. Потом, позже, в историческом развитии языка, появились формы с вот этим вот суффиксом «т». Это некое новаторство в языке. Ну, точнее, сначала были с суффиксом «э», называемой формой, да, вот, второго аориста, потом с суффиксом «т», формой первого аориста. Они появились, и их употребление стало расширяться, они стали захватывать все больше и больше и больше широкий спектр значений. Начиная вот от значений, ну, с полностью, вот так вот случилось, и вот, и значения автоказативные, и значения страдательные, и даже чуть-чуть коснулись значений возвратных, то есть вот эта вот сфера недействительного залога стала заполняться ими. Ну, и, кстати, в новозаветные времена мы видим вот этот процесс потихонечку вытеснения, собственно, средних форм, и, в конце концов, эти формы победили, захватив весь нестрадательный, ну, то есть недействительный спектр, так что к современному состоянию греческий язык опять приходит во многом как двухзалоговая система, только уже с поменявшимся набором форм. И потому вот этот переходный момент в истории греческого языка в Новый Завет может быть описан как имеющий действительный залог, не акцентирующий затронутость подлежащего, и имеющий среднестрадательный залог в двух вариантах. Среднестрадательный, то есть с акцентом на затронутости и заинтересованности, и среднестрадательный, с акцентом на подверженности подлежащему действию, но с вот таким вот перекрытием значения. И общую картину употребления страдательного залога мы можем с вами представить вот таким вот образом. Здесь сделана какая-то пуговая классификация, есть такой действительный залог, обычное переходное употребление, то есть когда действие переходит, и есть несколько вариантов недействительного залога, они тут более-менее сгруппированы. Это, во-первых, возвратные значения, то есть действие на самого себя, или два объекта действуют друг на друга, ну или действие своих интересов. Во-вторых, автоклузативные значения, то есть когда действие производится самостоятельно, независимо, самодостаточно, поднималось, поворачивалось, и там как-то сам участвую в этих действиях, и с ними связаны и какие-то коллективные значения, то есть когда нас несколько, то можно там собираться или разбредаться, да, и с другой стороны какие-то вот ментальные действия, которые я сам в себе произвожу, там, например, карость, подсчитываю и так далее. Ну и с этим уже отчасти связаны и речевые акты, когда я что-то высказал, и это и внутри меня происходит, но и вовне что-то звучит. Следующий набор значений – это спонтанные действия, когда что-то как бы само по себе случилось, сломалось, разрушилось, испортилось и так далее. Обычно, когда вот не требуется вмешательство обязательно такой разумной силы извне, оно само может что-то происходить. Но и к спонтанному, ближе эмоциональной реакции, это, конечно, во мне, они связаны с ментальной активностью, но испугался, да, это не то, чтобы выбор и решение, раз, и вот так вот получилось. Ну и уже совсем вот такой вот крайний предел в этом спектре – это, собственно, когда подлежащее подвергается действию, это вот страдательное значение. То есть вот такой вот довольно широкий спектр существует в сфере среднестрадательных значений. Ну и что касается картинки, которая перед вами, вы видите, что некоторые ячейки заполнены, а некоторые не заполнены. Здесь подчеркнуто, какие именно значения обычно описываются страдательным залогом. Ну, конечно же, страдательное значение, спонтанное зачастую значение и автокузативное значение. Возвратное, вот такое прямо возвратное, возможно, очень-очень редко. Очень-очень редко возможно взаимное значение, коллективное значение, там, ну, куда-то там речевое, а ментальная, эмоциональная реакция. И вот косвенно возвратное значение, то есть когда я что-то делаю в своих интересах, что-то я делаю для себя формами среднего залога, страдательного залога не описываются. То, что типичное обычное переходное действие, когда нет никакой вовлеченности, тоже формами страдательного залога не описываются. Так называемые отложительные глаголы – это все-таки глаголы, включающие некую вовлеченность подлежащего процесса действия. Теперь давайте мы с вами посмотрим на некоторые примеры из этой таблицы более внимательно. Во-первых, самый такой дальний угол – это возвратное значение. Сразу нужно сказать, что возвратное значение чрезвычайно редко описывается с помощью страдательных пол. Вот это пример мы посмотрели из-за воды Дианы, и Иисус скрылся и вышел из храма. Это один из совсем немногих примеров. Справедливости надо, ради нужно сказать, что даже средними формами очень редко выражаются прямовозвратные значения. Как правило, только с такими глаголами, как одеваться, умываться и так далее. То есть, которые по своему смыслу содержат возвратность. А скрывать можно другого, поэтому по смыслу не содержат возвратность. Ну и обычно, если уж нужно выразить возвратное значение, то чаще употребляются конструкции с возвратным местоимением, что-нибудь типа «скрыл себя». Но все-таки вот возвратное значение, как видите, оказывается возможно даже для страдательной формы. К возвратному значению, да, близко значение взаимное, то есть, когда два там субъекта действуют друг на друга. Ну, как, может быть, пример такого для приведенного глагола из Ивангелия от Марка, 9 глава, 34 стих. Ну, это когда ученики спорят, кто из них больше, и вот это Иисус задает вопрос. «Ибо друг с другом они спорили по дороге, кто больше». Вот видите, вот этот глагол «тилэхтэсан» – «спорить друг с другом». Ну, формально, видите, суффикс «т» и еще, вроде как, страдательная форма, там можно было бы сказать, отложительная, но ведь здесь ситуация не просто вот какого-то действия, а вот два объекта, где действуют друг на друга, есть вот эта взаимность, и она может быть выражена такой формой. Что касается варианта косвенно-возвратного, то есть, когда действия совершаются со своих интересов, страдательными формами это никогда не описывается в Новом Завете, и это описывается исключительно средними формами, и как раз это базовое, ключевое, основное значение для этих форм. Ну, и вообще вот этот вот край с возвратностью, возвратная, взаимная и так далее, это совсем экзотика. Только-только какие-то варианты начинают появляться в Новозаветные времена, и почти не употребляется здесь страдательная форма. Вот следующий блок, автопоузативный, мы с вами уже, помните, смотрели из книги Деяний, когда поднялся Саву с земли, и с помощью глагола эгейра, вроде как в страдательной форме это описывается. Что касается какого-то коллективного движения, ну, там, типа, рассеивать Саву, приведен пример, действительно, такое употребление возможно, опять же, это экзотика, почти не встречающаяся с данными формами. Ну, само это употребление, такой пример можно взять из книги Деяний, 5 глава, 36 стих. Это обсуждение в Сенитарионе, что ж там делать с апостолами, и предложение, такое, гамалиила, оставить все как есть, а вось оно все развалится. Вторая половина стиха. Который был убит, и все, которые следовали за ним, рассеялись и обратились в ничто. Ну, конечно, можно было подумать, что и были рассеяны, но, кажется, вот общий контекст, общая логика рассуждения гамалиила, да, нет лидера, и остальное все развалится. Вот он так описывает, он говорит, вот, Сенитарион, вы не можете, там, сделать ничего, если от Бога, и так далее. Поэтому это, естественно, воспринимать, как рассеялись, такое вот коллективное движение, но они, вы видите, описываются с формой, с суффиксом Т. Теперь, другой подвариант, связанный с автокузативным значением, ментальная активность. Хороший пример есть, например, в послании к евреям о ментальной активности, когда речь идет о самом Боге. Ну, конечно, о том, что он не делает, но... Вторая половина стиха. Вот это вот «не раскается» будущее время страдательного залога с суффиксом Т. В данном случае описывает ментальное явление, ментальная активность, потому что, ну, раскаяние, ну, что-то, что человек принимает, решает внутри самого себя. Ну, Бога-то, конечно, не сделает, но вот само по себе интересное употребление страдательного залога. Ну, еще как продолжение этого, можем отметить речевой акт. Речевые акты чаще всего описываются действительным или средним залогом в аоресте, но глагол «апокринно», вот, выученная форма, много-много раз встречается. Средняя форма, возможно, но страдательная встречается гораздо чаще. Поэтому «апокритен», огромное количество случаев «я ответил» и так далее. Вот, опять же, ответ отвечающий уже вовлечен, и поэтому это не действительный залог. Оно и среднестрадательная форма здесь вполне возможно. Так что, вот, очень-очень редко что-то там возвратное, автогрузативное, то есть то, что, как бы, самостоятельно делается подлежащим, вот, вот, таким вот, соучастием самого подлежащего, поднимаюсь, рассеиваюсь, раскаиваюсь, да, вот, и даже отвечаю, вот, неплохо описывается среднестрадательными формами, и это широко встречающееся употребление. Еще чаще употребляются среднестрадательные формы для описания каких-то спартанных действий, и здесь, кстати, уже формы средние и очень редкие. Ну, например, «Засох» мы на прошлом уроке читали этот текст из Петра, ну, там, как бы, скульц коснулись формы. Ну, а теперь давайте чуть повнимательнее на нее посмотрим. Это первое послание Петра, первая глава, такой вот притчевый, да, 24 стих. Ну, мы просто обсуждая употребление огонь, стопословочное употребление, говорили, что это не про конкретную траву, это вообще, это образ, поэтому можно переводить «зыхая» трава и цвет. Ее упадает, но сейчас пришло время обратить внимание на форму. Смотрите, «эксэрантотэ», «эксэрантэ», формальная форма страдательного залога, но в данном случае речь идет не о том, что кто-то засушил эту траву, она взяла и сама по себе засохла. Есть вещи, которые случаются сами по себе. Трава гниет, машины ломаются, дома разрушаются и так далее. Вот для таких вот вещей очень неплохо подходит и часто применяется вот эта форма, оресная, с суффиксом «тэ». Теперь с этим связана зачастую эмоциональная реакция, когда она же не всегда вольная и желанная, бессказуемая. И глагол «фабэл», много-много раз встречающийся в аоресте, всегда встречается в форме с суффиксом «тэ», вот «испугался». Здесь вот, ну и какая-то вовлеченность, конечно, человека есть, ну и непроизвольность, спонтанность тоже присутствует. Ну и, конечно, мы уже с вами примеры разные видели для употребления в страдательном залоге форма с суффиксом «тэ» хорошая. Итак, вот, глядя на всю картину в целом, что мы можем сказать? Формы страдательного залога на самом деле это не просто формы страдательного залога, это формы среднестрадательного залога. То есть, начиная от страдательности, вот с таким движением в среднюю сферу для спонтанных действий, для автопозитивных действий, чуть-чуть затрагивая возвратные, но очень редкие, поэтому будьте осторожны, но спонтанная автопозитивная сфера и какая-то ментальная активность, эмоциональная реакция, вовлеченность, даже в каком-то случае речесовый акт и так далее. То есть, вот этот более широкий спектр употреблений возможен для страдательного залога. Но движение среднего залога в страдательную сторону еще хуже, и вот за исключением пары вот таких вот случаев, когда что-то там страдательное можно различать, эти средний залог и там все не встретите, скорее вот средний вытесняется, все больше вот сферу, где вот такое косвенно возвратное значение, а формы на Т все больше захватывают вот эту вот недействительную сферу. Поэтому, встретив форму на Т, будьте готовы к тому, что она будет иметь не только страдательное значение, не надо всякое такое значение объявлять отложительным, ну и вот значение, которое часто выражается русскими круговыми на СЯ, разрушаюсь, пугаюсь, раскаиваюсь, поднимаюсь, рассеиваюсь, скрываюсь, ссорюсь и так далее. Тут нет, конечно, прямого соотношения, все не все, но просто важно вот это движение в эту сторону заметить. Но еще раз повторю, все, что мы сейчас здесь обсуждали, это не материал для начального изучения, он может скорее вас запутать, чем помочь, но такое вот понимание того, что греческий язык и вообще язык не математика, нет четких границ, и происходит вот движение, употребление форм, захват новых там семантических областей, может оказаться для вас полезен в дальнейшем размышлении языком, особенно в сложных, сомнительных случаях, когда вам недостаточно простых, обычных, регулярных категорий употребления, так что можете иметь это в виду.